Ну и теперь давайте серьезные разговоры о делах насущных и не только поговорим. В Хабаровском крае определено более 10 компактных территорий, на которых будут идти освоения дальневосточных гектаров. Именно там участники масштабного проекта, запущенного еще в 2017 году, разместят свои хозяйства, а также поселятся со своими семьями. К этим новым точкам на карте власти прокладывают инфраструктуру. Строи дороги монтируют вблизи застройки освещения, одновременно поддерживают и самих гектарщиков, предлагая в зависимости от цели использования их участков меры поддержки. Сейчас в регионе заключено свыше 11 тысяч договоров на дальневосточные гектары, из которых более 1 тысячи предоставлены в собственности, а свыше 70 в долгосрочную аренду. Направление будет развиваться. В условиях международных санкций и переориентации на внутреннее производство может получить новый стимул. Поэтому компактные поселения, где сосредоточены участки, продолжат оснащать инфраструктурой. В прошлом году для гектарщиков была построена дорога в селе Краснознаменка Хабаровского района, а до этого две дороги в Кругликовском сельском поселении района имени Лозо и в селе Свечино Хабаровского района. Общая протяженность построенных дорог для развития проекта «Дальневосточный гектар» в Хабаровском крае уже превысила 13 километров. Разговор продолжим с нашим гостем в студии Андрей Примак, начальник отдела по работе с уполномоченными органами по проекту «Дальневосточный гектар» Министерства имущества Хабаровского края. Доброе утро. Доброе утро. Андрей Анатольевич, доброе утро. Вот различная инфраструктура и дороги освещения проводятся к местам компактно размещенных гектаров. Вот что считать под компактно размещенные рядом друг с другом? Сколько их должно быть? Как близко? В законе есть четкое определение, что это с 20 и более гражданами заключен договор безвозмездного пользования на расстоянии не далее 20 километров от ближайшего населенного пункта. Вот вы сказали 10 компактных территорий, но в основном это уже существующие в других районах края. Там люди жили, они осваивают, они расширяют свои наделы за счет дальневосточных гектаров. Там инфраструктура есть. Возле Хабаровска как раз организовалось 4 таких территории. Это Краснознаменко, Кругликово, Освеченное, еще есть Елабуга, где именно хабаровчане взяли себе наделы. Их там больше, в одном 400, во втором 600. И в первую очередь, естественно, правительство края решило обеспечить инфраструктурой вот эти точки роста. Это Кругликовское поселение, ну там, собственно, все наши звезды, которые знаменитые. Там действительно идет освоение земель, поэтому начали с него, подвели туда и электричество, и частично дороги. И еще планируем там строительство новых дорог. Краснознаменко у нас, вот там есть активные граждане, которые и к полномочному представителю президента ходили на приемы и так далее. Поэтому тоже одна из приоритетных территорий в том году закончили туда дорогу. И вот пример села Свечино показал, что как только появляется дорога, сразу появляется интерес к освоению участков. То есть пока дороги не было, участки сам пытался, ну, ездил, добирался. Участки стояли неосвоенные. Сейчас там уже развивается один туристический проект, один рекреационный. Возможно, начнется строительство каких-то домов, потому что, ну, Свечино, в принципе, не так далеко от Хабаровска. Я правильно понимаю, что вот эти территории, по сути, в чистом поле люди взяли гектары, и появилось целое поселение? Или это на базе все-таки каких-то поселений, типа Кругликова? Разные ситуации. Допустим, тоже Свечино. Это территория за чертой населенного пункта, то есть, ну, грубо чистое поле, в которое сейчас есть проезд и электричество. В Кругликовском поселении там в основном люди брали или уже в существующем населенном пункте, или рядом с ним. Поэтому мы даже расширили населенные пункты, чтобы включить вот туда новые гектары. Абсолютно разные ситуации, подходим по-разному. Учесть, что вот появилась инфраструктура, и особенно сейчас, возможно, будут востребованы те участки, которые освобождаются. Потому что прошло пять лет, кто-то не освоил, кто-то решил вообще не осваивать эти участки, а кому-то сейчас нужно. Потому что, ну, действительно, период очень такой тяжелый. Есть куча разных трудностей, в том числе вот все гектарщики, с которыми общаюсь, у всех сейчас есть проблемы. Те, кто взял для индивидуального строительства, ну, очень недешево построить дом. Те, кто взял для сельского хозяйства, опять же, та же техника подорожала, исчезла. Те же семена, те же животные, оборудование и так далее. То есть, ну, никому сейчас нелегко, но гектарщики за счет вот своей земли, как бы, могут все равно немножко в приоритете. Вот, когда мы говорим слово инфраструктура, очень интересно, во-первых, что подразумевается под этим словом. И очень важно понимать, то есть, ну, мы же договариваемся на берегу, когда берем вот гектар. То есть, если человек берет гектар, он же, наверное, должен почитать, что в законе написано по поводу того, что должно быть на этом гектаре. Или что будет на этом гектаре, если вот образуется вот какое-то поселение. Поэтому, вот интересно, да, вот если образуется вот такое вот компактное размещение, то что туда, ну, скажем так, должно завести какие коммуникации государства? Что должно там появиться? Ну, как мы говорили, то есть, вот первоначально самое основное – это дорога и электричество. Дальше, в перспективе, если это действительно будет превращаться, допустим, в тот же населенный пункт, то в законе сказано, что и социальной инфраструктурой тоже. То есть, поликлиника – это детский сад? Да, ну, естественно, что не будет строиться в чистом поле поликлиника и детский сад. То есть, вот когда она будет там востребована, вот тогда у нас вообще принята программа, государственная программа развития Дальнего Востока, которая предусматривает с 2024 года обеспечение инфраструктурой вот таких территорий за счет федерального финансирования. И, соответственно, что вот сейчас собираются предложения, кого и чем надо обеспечить. Вот мы сейчас проводим анализ. У нас в перспективе строительства еще двух автомобильных, трех даже, автомобильных дорог, которые мы вот предложили в первую очередь федеральному центру. Если будет софинансирование, мы построим их и будем дальше анализировать, куда двигаться, где востребовано, где надо. Допустим, от тех же, в том же селе Кругликово уже гектарщики выдвигали предложения по поводу детского сада и поликлиники. Ну, мы сегодня успели, наверное, немного тем затронуть, а вопросов гораздо больше. Про инфраструктуру мы поговорили, и у нас еще есть незакрытые вопросы по поводу поддержки самих гектарщиков, дальневосточной ипотеки на строительство дома. Все это мы обязательно при следующих встречах обсудим. Приходите, будем ждать вас. У нас в гостях был Андрей Примак, начальник отдела Министерства имущества Хабаровского края.